Новые знакомства, выбор комнаты, кровати и даже полки. Первый день для юных отдыхающих, пожалуй, более чем волнительный. На смену Щаткова принимает 60 мальчишек и девчонок. Прежде всего, осмотр врача. Ребятам измеряют температуру, проверяют на педикулез. Ну а дальше самое интересное. Через какое-то время пройдут отрядные линейки, на которых они будут ознакомлены с правилами поведения в лагере, с основными мероприятиями. Естественно, будут выбраны активы отрядов. Ну и сегодня день знакомств. Первых постояльцев встречает и мечта. Многие приезжают в лагерь уже как к себе домой. Проводят чуть ли не каждое лето. Во второй раз за новыми впечатлениями отправились 9-летняя Маша и Дима измер. Ребята остаются здесь на 18 дней. Для родителей настало время прощаться. Мама признается – за детей спокойно. Мне нравится. Они отдыхают, играют, занимаются. Вечером у них отдых, танцы. Детям это очень нравится. Детей заселяют в просторные комнаты по 5 человек. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. Новые матрасы и кровати, чтобы набраться сил перед насыщенной программой. Большие шкафы, много полок, куда можно сложить все свои нарядные майки и шорты. С организационными моментами помогают вожатые. Когда все вещи разложены, пора отправляться на обед. Меню для ребят разработано специально. Только качественные продукты, сезонные овощи и полезные фрукты. Кормят 5 раз в день. На обед сегодня борщ со сметаной, жиркое по-домашнему, салат с капустой и компоты с сухофруктов. Порции большие, выглядят аппетитно. После обеда лазурит, дискотека и вечерние разговоры у костра. Энергии у детей хоть отбавляй. Компьютерные стрелялки уходят на второй план. На первом – погонять мяч, поиграть в волейбол или московские прятки. При этом за подростками тут глаз да глаз. Круглосуточно на страже счастливого детства. Участковый инспектор. Ежедневно в отрядах с детьми проводим профилактические беседы на темы профилактики незаконного оборота наркотиков, наркопотребления, также хулиганства, экстремизма, профилактика киберпреступности, профилактика мошенничества, краш всех форм собственности, а также пагубные их последствия употребления алкоголя, токсикомании на свадьбе. Названия выбраны, девизы выучены, плакаты нарисованы. Время торжественной линейки и официального открытия первой смены. Здесь собираются все отряды с воспитателями и руководством. Кульминация – поднятие государственного флага. Я здесь во второй раз, в прошлом году приехал в первый раз. Время провожу, играя в футбол или в разные игры. В лагере оказалось интереснее, чем я думал. Я нашел уже себе очень много друзей. Классные увлечения воспитателя тоже очень хорошие. Заселился я практически самый первый, то есть в комнате я прибыл первым. Потом подошел мой друг и мы там начали разговаривать. Ну подружились, все хорошо. Потом еще подошли друзья. Владели очень хорошо, кормят вкусно. Там воспитатели очень добрые. Помимо загородных, в городе все лето будут функционировать и другие лагеря. От военно-патриотических до девятидневных палаточных. Всего в Бобруйске оздоровятся порядка семи с половиной тысяч ребят. Мы предлагаем еще оздоровление в дневных лагерях, которые будут организованы на базе учреждений дополнительного образования и школ. Порядка трех с половиной тысяч детей смогут пройти оздоровление и там. Ну и, конечно же, лагеря и труда и отдыха. Это непосредственно занятость в труде. Это более старшие дети. Детские лагеря в Беларуси всегда пользуются большой популярностью. Оттого и путевки родители бронируют еще задолго до сезона. Ведь удачные каникулы – залог успешной учебы. Но о ней сейчас можно забыть.